МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Какие меры поддержки молодых врачей активно работают в Ленинском городском округе? Социальная ипотека – это программа от Московской области, предоставляемая молодым врачам. В Центре социального обслуживания Вера прошло очередное занятие по психологии. В связи с возрастом и с обстановкой в стране хочется, чтобы что-то подсказали нам психологи, как лучше это все пережить. Меткий левый стрелок поможет узнать одно из испытаний комплекса ГТО. Тут главное не физически, а морально подготовиться, настроиться, чтобы прошла стрельба нормально. Различные государственные программы позволяют привлекать к работе в медицинских учреждениях молодых перспективных специалистов. Особенно это привлекательно для семей, где врачами являются оба супруга. Мы побывали в Южной поликлинике и узнали, что побудило молодых людей сменить прежнее место работы и какие программы для поддержки медиков сейчас активно используются. Каждый день они вместе приходят на работу в Южную поликлинику Дрожжино. Здание одно, но трудятся молодые люди в разных кабинетах. Ольга Астахова – врач ультразвуковой диагностики. Ее муж Николай – участковый врач-терапевт. Важную роль в смене места работы – раньше они жили в Подольске – сыграла государственная программа «Земский доктор». В данном учреждении существует возможность участвовать в программе «Земский доктор», потому что учреждение находится в сельской местности. Соответственно, есть возможность получить выплату миллиона рублей при работе непосредственно в сельской местности. Немалую роль в принятии решения сыграли и условия работы. Врачи отмечают, что Южная поликлиника соответствует всем современным стандартам медицинского обслуживания. И здесь созданы все условия и для комфортной работы врачей, и для удобства пациентов. Здесь хорошо, что есть доступность именно узких специалистов для пациентов. Просто в некоторых больницах такого нет. Если нужен, например, узкий специалист, тот же сосудистый хирург, люди направляют в другую абсолютно больницу, в другой район. То есть пациентам приходится ехать 30-50 километров для того, чтобы получить эту консультацию. Здесь это все устроено в рамках одного медицинского учреждения. Еще одна пара – Андрей и Джамиля Капитоновы. Они приехали из Смоленска. Своего жилья супруги не имеют, а потому одним из важных параметров при принятии решения пойти работать в Южную поликлинику стала программа социальной ипотеки, которая также активно работает, в том числе и в Ленинском городском округе. Социальная ипотека – это программа от Московской области, предоставляемая молодым врачам, учителям и молодым ученым. Суть программы заключается в том, что Московская область берет на себя все тело кредита ипотечного, а врач или учитель доплачивает уже проценты по кредиту за 10 лет. Принято считать, что супругам работать вместе не стоит. Мол, так недолго и устать друг от друга. Но у этих молодых людей горят глаза, и видно, что они влюблены в свое дело, которое стало неотъемлемой частью их жизни. Мой супруг, он закончил ординатуру по терапии, у него больше клинического опыта, поэтому я в том числе советуюсь с ним касательно больных, консультируюсь. Вот мы вместе можем направлять пациентов, определять вместе с ним тактику лечения. Конечно, это сближает, это общая тема. И от таких профессиональных союзов пациенты только выигрывают, а врачи благодаря социальным программам получают столь необходимую им порой поддержку и могут полностью посвятить себя работе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Практически два года на территории Москвы и Московской области действовали антиковидные меры, масочный режим и соблюдение социальной дистанции. И вот с 15 марта ограничения отменены. Мы решили узнать, как к этой новости относятся врачи и жители муниципалитета. Улучшение ситуации с коронавирусом позволило отменить обязательное ношение масок в общественных местах на территории Подмосковья. Соответствующий документ на днях подписал губернатор региона Андрей Воробьев. С 15 марта также нет необходимости соблюдать социальную дистанцию. С учетом того, сколько мы натерпелись от ковида, то думаю, наверное, все-таки это победа. Потому что, ну, хоть любая большая победа, она складывается из многих маленьких. Поэтому, естественно, в масках ходить, это, конечно, безопасно, но не для всех это очень удобно. В прямом эфире на нашем телеканале главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, кому врачи все же рекомендуют продолжать пользоваться масками. Те люди, которые подвержены респираторным заболеваниям. Соответственно, те люди, у которых есть сопутствующие заболевания, в том числе и дыхательные. Любой вирус, скажем так, может вызвать какое-то обострение и хронического заболевания. Поэтому, безусловно, вот по возможности лучше иногда перестраховываться. Ну, и для пожилых в том числе. Носить маски или нет, теперь личное дело каждого. Я, например, заметила, что в осенне-зимний период стало меньше болеть. Поэтому и дальше буду носить маски в общественных местах. А что думают об этом видовчане? Давайте узнаем. Я сама в красной зоне работала. Поэтому я с удовольствием. Мне так надоело эти маски, костюмы. Так что, конечно, хорошо. Но, я так думаю, все-таки, может быть, в транспорте и в таких вот скоплениях, в таких вот, может, все-таки стоит иногда все-таки одевать в автобусе, в метро. Иногда, когда массово, много народу все равно одевает. По привычке уже, наверное. Ну, может быть, и буду. В зависимости от окружающей обстановки. Если будет кто-то, там, ну, плохо чувствовать или что-то, надевать, наверное, маску. Наверное, нет. Потому что я сделала прививку, и поэтому я думаю, что не стоит бояться. В общественном транспорте, может быть, будем. А так на улице я смысла не вижу. А зачем ее носить? Я уже переболел. Маски отменены, ковид-то никто не отменил. Поэтому маски ношу в общественных местах, да. Ну, конечно, отмена масок, я считаю, что это позитивная тенденция. Я думаю, что она говорит о том, что, видимо, и наш Минздрав справляется, и ситуация с ковидом улучшается. Словом, за почти два года ношение масок стало делом привычным. И немногие пока рискуют полностью отказаться от их использования. Ну, а нам остается надеяться, что ковид в скором времени окончательно отступит. Екатерина Борисова и Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Вера» прошло очередное занятие по психологии. Новое направление для участников программы «Активное долголетие» пользуется большой популярностью. Насколько интересны и полезны пенсионерам новые занятия, узнала наш корреспондент Галина Житкова. 14 прекрасных представительниц пенсионного возраста стали участницами тренинга на тему возрастной психологии. Вопрос адаптации к периоду выхода на заслуженный отдых затронули далеко не случайно. Очень щепетильная тема, когда нужно взаимодействовать с пожилым возрастом, поскольку люди находятся в такой социальной нише, когда очень тревожно относятся к различным моментам, и нужно с ними очень аккуратно взаимодействовать. Как отмечают сами специалисты, возрастная психология имеет свои особенности. Затронуть тонкие строны души бабушек или дедушек гораздо легче, чем их взрослых детей или подросших внуков. Только внимание и забота способны растопить любое сердце. Да и сами пенсионеры готовы идти навстречу и учиться общению. В связи с возрастом и с обстановкой в стране хочется, чтобы что-то подсказали нам психологи, как лучше это все пережить. Здесь друзья, здесь, считайте, дом родной второй. Поэтому жду, чтобы это дальше продолжалось, чтобы это развивалось, и чтобы участвовало как можно больше людей, потому что больше друзей, больше улыбок. Елена Салинин в Центре Вера ведет кружок арт-терапии. С удовольствием приняла участие в занятиях коллеги. Считает, что умение достичь психологического баланса очень актуально для участников программы «Активное долголетие». Я очень рада, что сегодня присутствует так много наших девушек. И я думаю, что они найдут на этих занятиях ответы на свои жизненные вопросы. Психологические тренинги проходят по вторникам и четвергам. Каждое такое занятие – это не только общение, но и возможность узнать что-то новое о взаимоотношениях друг с другом. А такая информация всегда особенно полезна. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Комплекс ГТО рассчитан на популяризацию массового спорта в России. Начиная со школьного возраста, каждый житель нашей страны может испытать себя на силу, ловкость и выносливость. Сегодня наш корреспондент Дмитрий Книга расскажет о стрельбе из электронной винтовки в рамках сдачи нормативов. На стадионе «Металлург» состоялся очередной этап сдачи норм ГТО. На этот раз упор был сделан на меткость. Пришедшие стреляли из электронной винтовки и набирали очки. Когда ребята приходят, у них есть три тренировочные попытки, потом пять зачетных. Во время тренировочных мы объясняем, как прицеливаться, вообще они знакомятся с винтовкой, как ее перезаряжать и так далее. А во время пяти зачетных они должны набрать 30 баллов в сумме на золотой знак. Это довольно сложно. Стоит отметить, что теперь, после обновления программного обеспечения, в момент выстрела винтовка дает отдачу в плечо, что с одной стороны добавляет сложности, но с другой увеличивает эффект реалистичности. Людям в любого возраста можно попробовать испытать свои силы, попробовать свою физическую подготовку проверить. Для одних сдача норм ГТО – это одна из возможностей испытать себя. Держать в руках даже электронное оружие для них в новинку. Но некоторые ребята уже имеют опыт стрельбы. Я ранее ходил в военно-патриотический клуб «Застава» на школьной улице, находится у нас в городе. Там был, конечно, у меня опыт в стрельбе с пневматикой, и плюс-минус я знаю, что это такое, поэтому мне, наверное, было попроще немного сдать. Я был более-менее подготовлен к этому. В основном нормы ГТО сдают старшеклассники из школ муниципалитета. Благодаря своим спортивным успехам они получают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, видно, приехали также школьники из Москвы. Тут главное не физически, а морально подготовиться, настроиться, чтобы прошла стрельба нормально. И могу сказать, что сейчас идет даже какой-то прогресс в этом испытании, потому что впервые для меня это была отдача от электронного оружия, то есть почти прям как настоящие выстрелы, то есть это прям новый уровень. Сдать нормы ГТО может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и записаться в центр тестирования. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Спортсменки-красавицы к матчу готовы. В рамках регулярного чемпионата Премьер-лиги состоялось подмосковное дерби. На паркет Дворца Спорта Видное вышли наши баскетболистки, а противостоял им коллектив «Спартак» из Ногинска. Яркая динамичная игра завязалась сразу на протяжении первой десяти минутки. Команды демонстрировали примерно равную по силе игру и оказывали друг другу мощное сопротивление. Все команды сейчас ровные, поэтому каждая очка очень важна. Форма, я думаю, что неплохая у той и другой команды. Будем теперь смотреть, кому будет сопутствовать удача и кто будет больше самоотдачи играть в этой игре. Более точными и быстрыми стали видновчанки. Уже со второй четверти высокий процент реализации бросков позволил «Спартакам» вырваться вперед с большим преимуществом. И в дальнейшем игра шла под их диктовку. К тому же матч проходил при горячей поддержке трибуны. Мне нравится даже, несмотря что он женский баскетбол, но он тоже очень красочный и интересен. Победа за кем сегодня будет? Ну, конечно, я всегда болею за свой родной клуб. Сейчас иностранки у всех уехали, у всех команд, поэтому будет смотреть гораздо интереснее. И интрига будет в каждом матче, поэтому я думаю, что в других матчах нужно судить про форму спортсмена. Победа сегодня будет, естественно, даже с большим разрывом, чем в 20 очков, я думаю. Итоговый счет встречи превзошел все ожидания болельщиков 86-52. Это девятый успех видновских баскетболисток в регулярке и заявка на попадание в ТОП-5. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.